В Нижегородской области начались зимние учеты численности охотничьих ресурсов. Основной способ подсчета поголовья диких животных – учет по следам. Зимой, конечно, это сделать проще. Зимний маршрутный учет стартовал 15 января. За полтора месяца специалисты госохотнадзора, всего более 600 человек, пройдут по нижегородским лесам тысячи километров. Маршруты определены заранее. Каждый шаг отображает спутниковый навигатор. Во время учета фиксируются все следы диких животных, оставленные ими за сутки, и встречи птиц. Главное – хорошо разбираться в следах. На территории Нижегородской области заложено 1200 маршрутов общей протяженностью 13 тысяч километров. Есть несколько способов. Один из способов – это в два дня. Маршрут заложен заранее. Охотники и учетчики об этом маршруте знают, неоднократно по ним уходили. В первый день учетчик идет по маршруту и затирает все старые следы, которые на маршруте он видит. На следующий день, на следующие сутки, он приходит опять на этот же маршрут со спутником и навигатором, который отмечает весь трек, весь маршрут, который он проходит. В результате такого мониторинга оценивают популяцию каждого вида охотничьих ресурсов. Потом эта информация помогает определить лимиты, квоты и нормы их добычи, а также устанавливают ограничения и запреты охотникам. Все ради регулирования численности животных в нижегородских лесах. В 2017 году в регионе увеличилась численность лосей почти на полторы тысячи особей – медведей, косуль, рысей и барсуков. Новые цифры даст очередной зимний маршрут на учет. Он продлится до 28 февраля. Татьяна Ермошина, Оксана Понавушина. Объективно. ННТВ.